Земля Это было естественным предположением Невооруженным глазом казалось, что все в небесах вращается вокруг нас Солнце всходило на востоке и садилось на западе Луна пребывала и убывала А звезды двигались по предсказуемым траекториям по небу Этот ежедневный и ночной танец небесных тел подтверждал идею о том, что Земля является центром Вселенной В конце концов казалось, что Солнце, Луна и звезды вращаются вокруг нас Это кажущееся движение было настолько убедительным, что стало основой геоцентрической модели Системы мира, которая существовала тысячелетиями Философы и ученые, такие как Птолемей, разработали сложные системы для объяснения и предсказания движения этих небесных объектов И все это время Земля оставалась в центре Эта геоцентрическая модель с Землей в центре доминировала в нашем понимании космоса Это была не просто научная теория, а мировоззрение, которое влияло на искусство, религию и культуру Небеса рассматривались как совершенный, неизменный мир, а Земля как несовершенный, постоянно меняющийся центр Эта перспектива сформировала место человечества во Вселенной и наши отношения с Божественным Однако научные открытия начали ставить под сомнение этот геоцентрический взгляд Изобретение телескопа в начале 17 века позволило астрономам увидеть небеса с беспрецедентной детализацией Наблюдения за фазами Венеры и лунами Юпитера свидетельствовали о том, что не все небесные тела вращаются вокруг Земли Николай Коперник, польский астроном, предложил геоцентрическую модель в 16 веке Его новаторский труд «De revolutionibus orbium coelestium» о вращении небесных сфер предположил, что Земля и другие планеты на самом деле вращаются вокруг Солнца Это было радикальным отходом от общепринятой геоцентрической модели и столкнулось со значительным сопротивлением со стороны научного и религиозного сообществ того времени Он предположил, что Земля и другие планеты на самом деле вращаются вокруг Солнца Эта геоцентрическая модель упростила сложные движения небесных тел и обеспечила более точную основу для понимания их движения Это была революционная идея, которая заложила основу для кардинального сдвига в нашем космическом восприятии Эта революционная идея заложила основу для кардинального сдвига в нашем космическом восприятии Гелиоцентрическая модель получила дальнейшее подтверждение в работах таких астрономов, как Иоганн Кеплер Открывший, что планеты движутся по эллиптическим орбитам И Галилео Галилей, чьи телескопические наблюдения предоставили убедительные доказательства в пользу системы Коперника Работа Коперника, наряду с наблюдениями Галилео Галилея, помогла укрепить гелиоцентрическую модель Открытие Галилеем Лун Юпитера и фаз Венеры бросило вызов геоцентрической модели И предоставило веские доказательства в пользу гелиоцентрической теории Эти открытия ознаменовали начало новой эры в астрономии и нашем понимании Вселенной И все же истинная природа и необъятность Вселенной оставались окутанными тайной Даже с гелиоцентрической моделью наше понимание космоса все еще было ограниченным Звезды считались неподвижными точками света на небесной сфере А Вселенная считалась относительно небольшой и статичной Потребовались новаторские работы Эдвина Хаббла в 20 веке Чтобы разрушить наше ограниченное представление и открыть космос Гораздо более грандиозный, чем мы могли себе представить Наблюдения Хаббла за далекими галактиками показали, что Вселенная расширяется Что привело к осознанию того, что она намного больше и динамичнее, чем считалось ранее Это открытие изменило наше понимание Вселенной и нашего места в ней Открыв новые горизонты в исследовании космоса В 1920-х годах Эдвин Хаббл сделал ряд революционных открытий, которые навсегда изменили наше понимание Вселенной Используя мощный телескоп Хукера в обсерватории Маунт-Вилсон Хаббл заглянул в глубины космоса, наблюдая далекие галактики за пределами нашего собственного Млечного Пути Наблюдения Хаббла показали нечто удивительное Эти далекие галактики не были неподвижными Они удалялись от нас, и чем дальше они находились, тем быстрее, казалось, удалялись Это революционное открытие, известное теперь как закон Хаббла Предоставило первое веское доказательство в пользу расширяющейся Вселенной Наблюдения Хаббла имели глубокие последствия Если Вселенная расширялась, это означало, что она должна была возникнуть из одной точки в далеком прошлом Эта идея легла в основу теории Большого Взрыва, преобладающей космологической модели происхождения Вселенной Общая теория относительности Альберта Эйнштейна, опубликованная в 1915 году Обеспечила революционную основу для понимания гравитации и структуры Вселенной Эта революционная теория коренным образом изменила наше представление о космосе и нашем месте в нем До Эйнштейна преобладающее понимание гравитации основывалось на работах Сера Исаака Ньютона Чьи законы движения и всемирного тяготения доминировали в научной мысли на протяжении более двух столетий Эйнштейн предположил, что гравитация — это не сила, действующая на расстоянии, как описывал ее Исаак Ньютон Законы Ньютона, хотя и невероятно успешные в объяснении движения планет и объектов на Земле Трактовали гравитацию как невидимую силу, притягивающую объекты друг к другу Эта концепция, хотя и интуитивно понятная, оставляла много вопросов без ответа Особенно когда речь шла о поведении света и природе самого пространства Вместо этого Эйнштейн ввел идею о том, что гравитация — это искривление ткани пространства-времени Вызванное наличием массы и энергии Это было радикальным отходом от ньютоновской физики Представьте себе пространство-время, как четырехмерную ткань Которую можно деформировать и растягивать объектами, находящимися внутри нее Массивные объекты, такие как звезды и планеты, создают в этой ткани вмятины Изменяя траектории других объектов, движущихся через ту же область Представьте себе шар для боулинга, помещенный на натянутую резиновую поверхность Вес шара заставляет поверхность прогибаться, создавая вокруг него углубление Масса шара создает вмятину в поверхности, искажая пространство вокруг себя Более мелкие объекты, помещенные на поверхность, будут естественным образом катиться к шару Не потому, что их притягивает невидимая сила, а потому, что форма поверхности направляет их движение Точно так же массивные объекты во Вселенной искривляют пространство-время Чем массивнее объект, тем больше искажений он вызывает Вот почему черные дыры, с их огромной массой, сосредоточенной в крошечном объеме Создают такие экстремальные искривления пространства-времени Что даже свет не может вырваться из их хватки Объекты движутся по искривленным траекториям в пространстве-времени Что мы воспринимаем как силу гравитации Планеты вращаются вокруг звезд, а Луны вращаются вокруг планет Следуя искривлениям в пространстве-времени, создаваемым этими массивными телами Это элегантное объяснение не только объясняло движение небесных объектов Но и предсказывало явления, которые не могли объяснить законы Ньютона Такие как искривление света вокруг массивных объектов Известное как гравитационное линзирование Общая теория относительности Эйнштейна дала новый способ мышления о Вселенной Она предложила более полное понимание того, как работает гравитация И как она влияет на движение объектов в пространстве Уравнения общей теории относительности сложны Но они были подтверждены многочисленными экспериментами и наблюдениями Что делает ее одной из самых успешных теорий в истории науки Она подразумевала, что Вселенная не является статичной и неизменной, как считалось ранее До Эйнштейна многие ученые считали Вселенную вечной и неизменной Однако общая теория относительности предполагала, что Вселенная может быть динамичной А ее форма и структура эволюционируют с течением времени Вместо этого это была динамичная и развивающаяся сущность, формируемая распределением материи и энергии внутри нее Это осознание проложило путь к теории Большого Взрыва и нашему современному пониманию космологии Где Вселенная рассматривается как расширяющаяся и эволюционирующая С галактиками, удаляющимися друг от друга на протяжении миллиардов лет Идеи Эйнштейна оказали глубокое влияние на наше понимание космоса, открыв Вселенную Которая намного сложнее и удивительнее, чем мы могли себе представить Глава 4. Расширяющаяся Вселенная, космический шар Сочетание наблюдений Хаббла и общей теории относительности Эйнштейна Привело к разработке теории Большого Взрыва Эта теория предполагает, что Вселенная возникла Из чрезвычайно горячего плотного состояния Около 13-8 миллиардов лет назад С тех пор Вселенная расширяется и охлаждается Представьте себе Вселенную как воздушный шар С точками, представляющими галактики По мере того, как вы надуваете шар, точки удаляются друг от друга Точно так же пространство между галактиками расширяется в нашей Вселенной Заставляя их удаляться друг от друга Важно отметить, что расширение Вселенной не похоже на взрыв бомбы Где осколки разлетаются в уже существующем пространстве Вместо этого сама ткань пространства растягивается, увлекая за собой галактики Глава пятая Нет центра, нет края, Вселенная без границ Одна из самых сложных для понимания концепции о расширяющейся Вселенной Заключается в том, что у нее нет ни центра, ни края Эта идея может показаться довольно озадачивающей Потому что мы привыкли думать о вещах с точки зрения наличия у них начала, середины и конца Или определенного местоположения Но Вселенная не соответствует этим устоявшимся представлениям Это связано с тем, что Большой Взрыв произошел не в одной точке пространства А скорее представляет собой расширение самого пространства Изначального состояния экстремальной плотности Представьте себе всю Вселенную Сжатую в невероятно горячее и плотное состояние А затем она внезапно начала расширяться Это расширение не похоже на взрыв из центральной точки А больше похоже на растяжение самого пространства Представьте, что вы – муравей Живущий на поверхности очень большого, расширяющегося шара По мере того, как шар надувается, поверхность растягивается И все точки на поверхности удаляются друг от друга Эта аналогия помогает нам понять, что расширение происходит везде одновременно, а не из одной точки С вашей точки зрения на поверхности шара вы бы наблюдали, как все остальные точки удаляются от вас По мере того, как шар надувается Каждая точка на шаре видит одно и то же Что делает невозможным определение центральной точки расширения Однако нет ни одной точки на поверхности шара Которую можно было бы определить как центр расширения Это ключевой аспект понимания расширения нашей Вселенной Как и у шара, у нашей Вселенной нет центра Точно так же в нашей Вселенной каждый наблюдатель Независимо от своего местоположения Будет наблюдать, как другие галактики удаляются от него Это наблюдение справедливо независимо от того, где вы находитесь во Вселенной Будь то Млечный Путь или далекая галактика в миллиардах световых лет от нас Это следствие равномерного расширения самого пространства А не потому, что наша галактика занимает привилегированное положение в центре Космическое микроволновое фоновое излучение, пережито к ранней Вселенной Является еще одним доказательством этого равномерного расширения Оно показывает, что Вселенная выглядит одинаково во всех направлениях Подтверждая идею об отсутствии центра и края Вселенная безгранично расширяется равномерно И каждая точка внутри нее удаляется от любой другой точки Создавая космос без границ